День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. 100 миллионов на инновации. На встрече с ректорами рязанских вузов Николай Любимов обсудил их участие в федеральном проекте «Приоритет 2030». Безопасность на воде. Спасатели предостерегли рязанцев от необдуманных поступков. Моцарт для малышей. В рязанском доме ребенка для реабилитации применяют самые современные методы. Совместные деятельные советы ректоров и правительства региона направлены прежде всего на решение базовых задач повышения качества подготовки студентов, доступности и эффективности высшей школы. Об этом заявил Николай Любимов на встрече с ректорами вузов Рязанской области. Губернатор заверил научное сообщество в финансовой поддержке научных, культурных и социально значимых проектов. Уровень знаний рязанских выпускников с каждым годом все выше. Об этом говорит и статистика. Новые методики обучения, укрепление материально-технической базы. На этом, впрочем, поддержка властей не остановится. Поощрительные стипендии для студентов и гранты молодым ученым вопрос репутации. Их объем, конечно же, будут только наращивать. Губернатор особо отметил незаменимую помощь рязанских вузов в борьбе с пандемией коронавируса. Позитивный эффект, такой плодотворной консолидации наших усилий, конструктивной работы обязательно нужно закреплять. В первую очередь, конечно, это касается одного из главных направлений, в котором мы многие годы успешно взаимодействуем. Это подготовка кадров по востребованным сегодня специальностям. Важно, чтобы нам продолжало удаваться выстраивать работу таким образом, чтобы учитывать интересы региона и индивидуальные, в то же время особенности каждого вуза, их траслевую ориентированность. Это, безусловно, способствует формированию в Рязанской области, формированию такого комфортного образовательного пространства, потенциал которого позволяет сегодня готовить качественные, эффективные кадры, сохраняя при этом лучших выпускников все-таки для работы потом в регионе. Прямо сейчас в России идет отбор вузов на участие в проекте академического лидерства «Приоритет-2030». Рязанские вузы тоже участвуют. Приз серьезный. Университеты, которые его пройдут, получат соответствующую дополнительную федеральную поддержку. Это федеральные гранты на реализацию программ развития и масштабирования в системе высшего образования лучших практик, научно-исследовательской и инновационной работы. Туда в эту программу должны войти более сотни вузов, каждый из которых будет ежегодно получать минимум 100 миллионов рублей. Николай Любимов поддержал также ряд предложений Совета ректоров по проведению мероприятий в рамках Года науки и технологий, создания телеграм-канала «Высшее образование Рязанской области», активизации аналитической работы и обмена информацией между вузами и областными министерствами. Муниципальный транспорт в Рязани должен быть сохранен, но работать он должен по-другому. Привлекайте кого хотите, но внутренние издержки должны быть снижены. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на правительстве. Муниципальный транспорт – это гарант стабильности системы транспортного обслуживания, добавил он, и коснулся новой концепции работы городского транспорта от администрации города. Кроме того, губернатор акцентировал внимание на сроках исполнения контрактов по благоустройству территорий. В Рязанской области настоящий бум благоустройства, начиная от дворовых территорий и заканчивая парками отдыха. Рязань, Кадым, Спасклепики, Лесной. Вот только по срокам исполнения у Николая Любимова есть вопросы к подрядчикам. Как, кстати, и к депутатам, обещавшим контролировать стройки. В общем, срок наведения порядка – 10 дней. Сроки исполнения контрактов и запланированных на этих объектах работ серьезно сдвинулись от одного до двух месяцев. По разным причинам, их, надеюсь, хорошо знают все руководители муниципалитетов, но ситуация просто недопустимая. Сейчас самый разгар строительного сезона, упущенные сроки могут привести к большим проблемам. Новый проект развития транспортной системы – кардинальная смена подхода. Управление Рязанского троллейбуса – предприятие убыточное. Это уже секрет Полишинеля, а кадровые назначения позволяют лишь незначительно сократить расходы. С 1 июля следующего года ОРТ переводят на контрактную систему. При этом охват маршрутами у компании должен быть повсеместным. При этом администрация города просит сохранить в том же объеме финансовую помощь, которую сейчас оказывает областной бюджет в виде субсидий. Деньги это немалые. На 2022 год – это порядка 400 миллионов рублей. Сохранение МОП ОРТ в качестве предприятия, которое аккумулирует основной сегмент перевозок по регулируемым тарифам, конечно, будет препятствовать повышению стоимости проезда. В том числе, конечно, и у коммерческих перевозчиков. Финансовая помощь будет, заверил губернатор, но при условии выхода ОРТ на эффективность. Сегодня внутренние издержки не выдерживают никакой критики. По словам Любимова, своеобразный аудит агентства по бережливому производству это только подтверждает. Неучтенные запчасти, проблема с инструментом, ну и отсутствие стимула для водителей. У них реально уравнилок в зарплатах. То есть, те водители, которые на маршруте, и те, что в простое на ремонте, получают одни и те же деньги. Ну, какой стимул у людей выходить на маршрут, если они могут спокойно сидеть там в своих комнатах отдыха, допустим, в боксах. И в это время их транспорт будет ремонтироваться. То есть, ну, зачем ездить, если ты получаешь такую зарплату, когда ты стоишь. Оздоровление предприятия Николай Любимов потребовал провести в ближайшее время. Все идеи и бизнес-план он попросил предоставить в модном ныне понятии дорожная карта. Срок – неделя. Максим Васильев, телекомпания «Город». В этом году на воде уже погибло 15 человек, среди которых ребенок. Такие данные озвучили журналистам в региональном управлении МЧС. Пресс-конференцию посвятили безопасности на водных объектах. В субботу 10 июля двух отдыхающих стало уносить течением на середину оки. Не хочется думать, к чему ситуация могла привести, если бы рядом не оказалось сотрудников МЧС. Они патрулировали места для купания. Спасатели действовали слаженно. Женщин удалось спасти. Только за минувшие выходные на территории Рязанской области произошло три происшествия. К сожалению, погибло два человека. Одно происшествие произошло в самоломерном судне, одно – во время купания. Еще одно происшествие удалось избежать, ударяя четко и слаженной работе. Сотрудников ГИМС во время патрулирования было спасено две женщины. Пресс-конференция сотрудников регионального МЧС и уполномоченного по правам ребенка началась с обзора происшествий на воде. Статистика печальная, особенно по сравнению с прошлым годом. Тогда на воде погибло семеро. Сейчас уже семнадцать. Основная причина гибели остается купание на необорудованных пляжах, купание в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в Рязани тридцать шесть оборудованных для купания пляжей. Но сказать, что народ купается только там, значит слукавить. Ходят отдыхать на дачные и деревенские пляжи, где отдыхали всегда. О спасателях там и говорить, разумеется, не стоит. Поэтому вся ответственность на родителях. Прежде чем отпустить ребенка купаться, родитель должен посмотреть, что это за место, где его ребенок планирует искупаться. И ребенок, младший, ну даже, я думаю, наверное, до средних классов обязательно должен находиться рядом с водоемом только с родителями. Купаться только под присмотром родителей. Оборудованные дикие пляжи регулярно патрулируют и сотрудники ГИМС, и Росгвардия. На сегодняшний момент таких выездов было восемьсот. Дозорные обращают внимание не только на купающихся, но и на суда. Если сейчас на катере находятся три человека, и если они не одеты, когда должны быть одеты, то штраф до 500 рублей. Но если когда вы плывете троем по воде, а у вас всего два жилета в наличии, то штраф до 20 тысяч. Сотрудники МЧС дали свои рекомендации, чтобы предотвратить трагедию на воде. Первое и самое главное – купаться только на оборудованных пляжах. Заплывать за ограждение не стоит, а уж тем более подплывать к судам и катерам. А после горячительных напитков о прохладной воде лучше забыть. Тогда рост статистики погибших за лето, наверное, удастся остановить. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не все рязанцы знают, что происходит за стенами рязанского дома ребенка, где содержатся самые маленькие дети до 4 лет. От некоторых из них отказались родители, другие же оказались в учреждении временно, в силу трудных семейных обстоятельств. Что интересно, уже второй год все дети обретают свои новые семьи или возвращаются к родителям. Никто из малышей не переходит в другие интернатные учреждения. Секреты добрых сердец у Анны Герцовской. Практически с самого рождения и до 4 лет за малышами в рязанском доме ребенка следят ежеминутно. Комплексная реабилитация – понятие ключевое. На двух детей здесь минимум один сотрудник. Одна из основных процедур, которую все дети проходят курсами – это гидрокинезиотерапия. Температура в чаше бассейна 34 градуса, что наиболее приближено к физиологической норме 36,6. Занятия с ребенком в бассейне наиболее эффективны. Профессор нам говорил, что не столь важно, что вы делаете с пациентом, более важно, как он настроен на это. То есть если у ребенка будут положительно закреплены эмоции, это гораздо более эффективно, чем, допустим, когда он там кричит или ему не нравится, или что-то в этом роде. Расслабление мышц, облегчение движений в совокупности с другими видами реабилитации дает возможность перебороть многие диагнозы. ДЦП. ДЦП очень прям очень хорошо идет. Вот бассейн, также это какие-то генетические аномалии, то есть тот же самый синдром Дауна, прекрасно. И вот у нас не так давно был ребенок с синдромоморфана, то есть это такая патология, при которой, скажем так, дисплазия соединенной ткани, если там, говоря простым языком, суставы не держались вообще. То есть ребенок осевую нагрузку на суше не переносил. То есть он, если можно так сказать, складывался, вот как у него получалось. А в воде он прекрасно ходил, то есть, ну, если можно так сказать, прямо буквально с прямой спины. Кроме этого, в Рязанском доме ребенка доступны вертикализация, мануальная терапия, адаптивная лечебная физическая культура, виброплатформа, физиопроцедуры, массажи и многие другие виды реабилитации, в том числе стимуляция по методу томатис. На голову ребенку надеваются наушники, через которые он слушает музыку Моцарта. Научно доказано, что его произведения благоприятно влияют на эмоциональную составляющую каждого человека. Через электронное ухо идет определенная частота, которая накладывается на эту музыку. И, конечно, идет корректировка двигательной активности, мелкой моторики, эмоций и всего остального. Если у ребенка задержка речевого развития, то, конечно, с помощью стимуляции по методу томатис мы можем скорректировать какие-то определенные функции. По методу томатис для каждого ребенка составляется отдельная программа, которая совершает нейросенсорную стимуляцию, воздействующую на мозг. Уже через несколько сеансов у ребенка можно заметить реальные изменения в лучшую сторону, как и при других видах реабилитации. Именно благодаря слаженной работе коллектива «Дома ребенка» и большому количеству самого современного оборудования малыши со временем обретают свой новый дом или возвращаются в родную семью. Я считаю, что очень радостный показатель в нашем доме ребенка, что у нас второй год подряд дети не уходят в другие интернатные учреждения. Конечно, эффективная реабилитация здесь, она действительно эффективная, она междисциплинарная. Медики и педагоги работают в одной связке. И лечебные методы реабилитации, они всегда сопровождаются достаточно активной психологической, социальной и педагогической реабилитацией. Несмотря на то, что устройством детей в новой семье занимаются органы опеки, Рязанский дом ребенка оказывает консультативную помощь на этапе усыновления. Будущим родителям дается полная информация о состоянии здоровья и психических особенностях ребенка. Впоследствии сотрудники учреждения наблюдают за становлением контакта, эмоциональных и психических привязанностей ребенка и будущих кандидатов. Здесь даются советы и рекомендации. Так что, когда ребенок уходит в семью, родители хорошо ориентированы в том, что им необходимо сделать для того, чтобы здоровье ребенка со временем только улучшалось. Вы знаете, в некоторых случаях мы даже сопровождаем семью, после того, как уже ребенок ушел в приемную семью, опять же, для продолжения реабилитационных мероприятий, которые уже ребенок получал у нас. Иногда нужны психологические советы и консультации, бывает, этой семье. В среднем в год в Рязанский дом ребенка поступает около 120 малышей. Половина из них обычно находится здесь временно, когда родители в силу уважительных обстоятельств не могут выполнять своих родительских обязанностей. Стоит сказать, что Рязанский дом ребенка, один из первых в России, реализовал дневную, пятидневную форму пребывания, чтобы детско-родительские отношения даже в самой трудной жизненной ситуации не разрывались. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Готовь шубы летом! В КВЦ АК 14 июля открылась выставка-ярмарка меховых изделий. Посетив ее, представительницы прекрасного пола могут выбрать шубы и пальто из норки, мутона и нутрии. Только пять дней в Рязани с 14 по 18 июля в КВЦ АК работает выставка продажа Тверской меховой компании «За шубой». Для вас грандиозная распродажа и новинки по выгодным ценам. Посетители оценили огромный выбор мехов. Наличие всех размеров от 42 до 60. Высокое качество шуб. Цены хорошие, качество тоже уже не первый раз покупаем. Она очень легкая, каракульный, необычный цвет, очень стройнит. Фасон такой интересный. И, конечно, цена меня привлекла – 91 тысяча рублей. Мне шуба очень понравилась. Мне сделали скидку. Меня это очень устраивает. Очень приятная на ощупь. Муж порадовал. Честь рождения сына. Успейте купить шубу своей мечты по выгодной цене. На все изделия действует рассрочка без переплат. Выставка продажа Тверской меховой работает в КВЦ АК по 18 июля включительно. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова